Приветствую вас! Я думаю, что для начала надо бы определиться, как себя вести, чтобы что. То есть, что вы хотите получить по итогу в результате своего поведения. То есть, вы хотите какого-то определенного, например, адвоката. Вы хотите, чтобы он что? То есть, понимаете, гармонизировать отношения с мужем. Можно и нужно. Я бы сказал, что это реально гармонизировать. Ну тут, конечно, нужно немножечко поменять свое поведение, да, возможно, поработать над выражением своих чувств немного. Вот. То есть, тут, конечно, какая-то такая некая работа проведена должна быть. Вот. Но это, опять же, зависит от того только, чего вы хотите. То есть, это зависит от того, что вам нужно. Понимаете? Какая история. То есть, если вы, ваша цель, ну, например, 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 ваша цель сделать так, чтобы мужчина, допустим, чтобы он вас, к примеру, понимал, да, или чтобы он, к примеру, относился к вам по-другому, то это определенное поведение и определенный анализ ваших, ну, вашего, вашего, вашего взаимодействия с человеком. Потому что, ну, ведь, вы же как-то выстраивали с ним отношения, вот. И, соответственно, желательно выявить всю, так сказать, природу ваших отношений, почему он прикрывается, допустим, работой, почему вы решили, что он вообще, вот, прикрывается работой, да, то есть, по сути, вы говорите о том, что он не хочет помогать вам. То есть, ну, то есть, не слышит вас, вы не слышите его, возможно. Почему вы берете на себя так много, то есть, ну, явно действуя себе в ущерб, да, явно истязает себя, явно сделаю это всего через, ну, через силу, ну, вот. То есть, это, этот момент, он, на мой взгляд, достаточно важен, потому что, если, ну, если мы хотим, разобраться с тем, что с вами происходит, да, то анализ ваших отношений, в первую очередь, должен быть проведен полный, вот. Потому что, в противном случае, информация о вас не позволит сделать выводе адекватно. Вот. А, значит, когда началось обдаление? Что такое от вас? Когда вы начали испытывать раздражение? Что привело к такому, да, то есть, когда-то у вас все было хорошо, да, почему мучь вас не принимает вашу комплекцию? То есть, опять же, ранее, ранее, очевидно, он вас принимал, я полагаю, ну, раньше. Вот. Соответственно, что изменилось сейчас? То есть, изменилось ли что-то сейчас вообще? Вот. Если да, то что изменилось? То есть, это вот, мне кажется, таким важным аспектом, который желательно бы поисследовать. Вот. Чтобы понять всю историю ваших взаимоотношений. Взаимоотношений. То есть, он вас не принимает, да? Это важно понять, что за этим стоит. Вот. То есть, оптимальный вариант вам сначала, сначала вам обратиться за, к примеру, консультацией. Вот. Одной вам одной. И преследовать себя, свои чувства, может быть, свои ожидания, может быть. То есть, ну, вот, чего вы ждёте от мужчины, да, чего вы хотите от мужчины и так далее. Это вот, мне кажется, очень такой важный момент. Вот. Ну, а дальше уже, соответственно, можно будет преследовать, что вам сделать, что вам делать, что можно сделать в этой, ну, в этой ситуации вообще. Вот. То есть, у вас накипело? Безусловно. Безусловно. Вас понимаю. То есть, у вас накипело. А вот. Но. Хочется спросить. Хочется спросить. Хочется спросить. Как же, вот, дошло до такого? Почему дошло до такого? Что накипело. Что накипело. Что вы уже не можете, что вы уже, по сути, взрываетесь. Понимаете? Вот. То есть, мне кажется, это очень важная история, на которую нужно обратить внимание. Самое пристальное внимание. И, исходя из этого, уже исходить. Вот. Ну вот. Примерно. Так можно ответить. То есть, какой помощи вы хотите от нас? Какая ваша цель? Сформулируйте это или выберите себе психолога, чтобы помог вам это сделать. После чего, я полагаю, можно будет уже двигаться к цели, которую вы себе наметите сами. Вот. Чтобы, ну, не мы, да? Чтобы не мы наметили цель, а чтобы вы сами ее наметили. На мой взгляд, это было бы здорово. На мой взгляд, это было бы правильно. Вот. На мой взгляд, это было бы великолепно. Вот. Такой я могу вам дать ответ на ваш вопрос. Конечно, ваш муж не в самой лучшей форме себя кричит. Вот. Ну и надо сказать, вот, принимать это как такое аутентичное поведение, да? Понимаете, это как желание его обидеть вас, к примеру, оскорбить вас. Ну, мне кажется, это не соответствует всей действительности. Вот. Потому что, очевидно, что у мужчины могут быть какие-то сложности, какие-то проблемы. Вот. Это, ну, нельзя исключать этот аспект. Вот. Вот. Из общей картины. Как мне кажется. Так, значит, эм... Вы пишите ли это, что, эм... Решили, решили, что хотите в спортзал. А для чего вы хотите в спортзал? То есть, ну, вы сами хотите в спортзал? Или вы это делаете ради, к примеру, своего мужа? А я порекомендовал вам поискать в интернете сценарий такой, который называется «Масочка Хабарт». Вот. Почитайте в интернете про этот сценарий. Там. Это есть. Вот. Я думаю, что вам это будет, как минимум, как... как минимум интересно. Эм... как максимум. Возможно, возможно, вы что-то для себя откроете в этом ключе, контексте. Вот. Хотя, безусловно, я не берусь говорить наверняка, но... но... Так. Это та помощь, которую сейчас... эээ... сейчас, на данный момент, эээ... мы можем вам оказать. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.